Виталий Портников, журналист, телеведущий. Я надеюсь, что все у нас в порядке со связью. Виталий, шалом, добрый вечер, как вы нас слышите? Здравствуйте, с наступающим днем независимости вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Вас также с наступающим днем независимости Израиля. И вы знаете, я в Израиле живу больше 30 лет, и мы здесь уже много войн пережили. И, в принципе, один из уроков после каждой войны, мы понимаем, что до определенного времени задачу выполняют военные, а вот потом уже, после какого-то момента, военные уже ничего сделать особо не могут, и дальше требуется некое соглашение. То есть войну надо заключить каким-то политическим актом, для того, чтобы гарантировать безопасность хотя бы на несколько лет. Ну вот если несколько лет у нас длится затишье, то мы считаем, что это очень удачно. А как, по-вашему, как, на ваш взгляд, закончится война в Украине? Ведь она когда-нибудь же закончится. И когда она закончится? Потому что вот в Украине давно уже я слышу эти разговоры, что Украина должна стать новым таким большим Израилем. Вы знаете, мне кажется, что любые параллели всегда хромают. Израиль в своем противостоянии с арабским миром имел то преимущество, что он не боролся с ядерными государствами. А сам в определенный момент получил доступ к ядерным технологиям, хотя это до сих пор, как вы знаете, официально не признается. Затем я хотел бы вам напомнить, что за те три десятилетия, которые вы живете в Израиле, не было вот таких вот войн, где под вопросом было само существование еврейского государства, которое пережили люди с 1948 года, с войны за независимость и до войны судного дня. Это второй такой момент очень важный. А Украина сейчас практически переживает именно такую войну. И опять-таки, хотя какие-то параллели хромают, но тем не менее есть очевидные коннотации, я хотел бы просто сказать простую вещь. В первые десятилетия существования Израиля его соседи, в принципе, хотели, чтобы еврейского государства на этой земле не было. И это была их конкретная политическая цель. Наши соседи в России хотят того же от Украины, что и арабские соседи Израиля от Израиля. Они хотят, чтобы украинского государства на нашей земле не было, чтобы здесь была так называемая историческая Россия. Я вполне допускаю, что еще в феврале прошлого года Владимир Путин рассчитывал, что большинство населения Украины согласится жить в этой исторической России. И сейчас, когда он столкнулся с таким сопротивлением, понятно, что для него, как и для любого военного преступника, важно не просто захватить территорию, но и изгнать население. Поэтому, когда мы говорим об окончательном решении украинского вопроса, это те слова, которые, мне кажется, президент Владимир Зеленский произносил с трибуны Кнессета, выступая виртуально перед его депутатами, это отнюдь не преувеличение. Это и есть главная политическая задача нынешнего российского руководства. Она поддерживается большинством российской политической и военной элиты. И подобный подход к нашим землям поддерживается большинством русского народа. Поэтому это так называемый экзистенциальный конфликт. Может ли экзистенциальный конфликт быть завершен каким-либо мирным соглашением? У меня есть большие сомнения. Если мы считаем, что Украина — это суверенное государство, которое имеет полное право на свое существование в границах, признанных международным сообществом, а с точки зрения наших соседей Украина не должна существовать, а должны существовать просто некие области Российской Федерации, то о чем теперь договариваться? Кстати говоря, я хотел бы напомнить, что когда я с подобными утверждениями выступал еще несколько лет назад в эфире, что никакая пророссийская Украина Путину, его генералам и русским в целом не нужна, к подобным моим заявлениям относились с большой долей скептицизма. Сейчас, когда, как видите, Россия завоевала частично территорию Херсонской области, Донецкой, Луганской, Запорожской, отсюда на этих территориях большинство населения составляют этнические украинцы, и эти области аннексируются Российской Федерацией и утверждается, что там живут русские, то я хочу вас уверить, что такой же была бы судьба любого другого региона Украины, оккупированного российской армией. Поэтому, в принципе, я считаю, что политического какого-либо соглашения в этой войне, реально говоря, быть не может. Может быть, с большой долей условности, такое же соглашение, которое было подписано по поставкам зерна. То есть мы с некой третьей стороной и Россия с некой третьей стороной подпишут соглашение о прекращении огня. Что будет дальше, это уже вопрос не к нам, это вопрос к нашим западным соседям. Либо они хотят, чтобы войны в Центральной Европе продолжались до бесконечности, чтобы к ним постоянно бежали миллионы людей, чтобы постоянно был перманентный экономический кризис в европейских странах, и чтобы Европа, в конце концов, рухнула под давлением всех этих проблем. Это то, к чему стремятся и Москва, и Пекин. Либо мы станем в ближайшее время членами НАТО, и на этом война в Центральной Европе прекратится, по крайней мере, до того момента, пока в Москве и Пекине не будет принято решение о начале ядерной войны с НАТО. Может ли быть принято это решение? Я думаю, что такая вероятность существует, как существует вероятность исчезновения цивилизации в Евразии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Но понятно, что подобные сценарии пока что выглядят фантазмагоричными, и я очень надеюсь, что безумцы, которые сегодня сидят в кабинетах в России или в Китайской Народной Республике, удержатся от подобных апокалиптических решений. А скажите, на ваш взгляд, Россию бы не устроила Украина во главе с условным Януковичем или Медведчуком? Конечно, нет. Украина во главе с условным Януковичем или Медведчуком это всего лишь путь к исчезновению Украины как таковой. Мы уже видим документы, которые обнародованы недавно в медиа, о том, как Россия собиралась установить, например, полный контроль над Беларусью к 2030 году. Казалось бы, Беларусь во главе с Лукашенко это и есть то же самое, что Украина во главе с Януковичем или Медведчуком. Но нет, в России все время говорят о поглощении Беларуси. К тому же, я хотел бы вас вернуть, чтобы не быть каким-то условным клеветником России к тем словам, которые Владимир Путин произносил в ночь 23-24 февраля, обращаясь к своему народу перед нападением на нашу страну. Он говорил о том, что главное, чего хочет добиться Россия, это обеспечить возможности для самоопределения всех народов Украины. В Украине нет никаких всех народов. Подавляющее большинство населения нашей страны это этнические украинцы. Национальные меньшинства составляют, разумеется, определенные доли процентов в некоторых регионах, но и там, в этих регионах, большинство населения это этнические украинцы. Особенность разве что это автономная республика Крым, где большинство этнического населения составляют русские, но, как мы знаем, мы к этому региону относимся с особым, я бы сказал, юридическим подходом связи с тем что русские не коренной народ крыма коренные народы крыма крымские татары крымчаки и другие народы караим и практически подвергались постоянному национальному геноциду со стороны российской империи советского союза на протяжении многих столетий но это отдельная история мы сейчас не обсуждаем мы говорим об украине как таковой потому что с точки зрения путина крым уже и не был украины момент его нападения так вот я могу четко сказать им что собирался делать путин в случае если бы его блицкрик удался действительно в киеве появилась бы марионеточное правительство это марионеточное правительство согласилась бы не только с российским статусом крыма донецкой и луганской областей нашей страны она бы согласилась проведением референдума в большей части восточных и южного юга и южных областей украины список этих регионов вы можете посмотреть в другом выступлении владимира путина в его крымской речи 2014 году эти регионы были бы приняты в состав российской федерации напрямую а то украина которая была бы оставлена перед руководством марионеточного правительства вместе с такой же марионеточной беларуси была бы интегрирована в состав российской федерации уже в ближайшие годы там до 2030 года посмотрите что оккупанты делают на наших землях они же фактически запрещают преподавание украинского языка они учит и уничтожают украинскую культуру они уничтожают возможности людей исповедовать свою религию они принимают дискриминационные меры по отношению к приверженцам каноничной православной церкви украины они преследуют протестантов то есть по сути мы имеем дело такой с таким режимом про гитлеровского типа столь только разницу что его главной мишенью не является пока не чтобы не знаем что будет дальше евреи украины их к счастью для еврейского народа не так много на этих землях и вообще на украинской территории что можно представить себе широкомасштабный геноцид но какая разница по отношению какому народу проводится геноцид если он проводится да все таки тем не менее вот вы считаете что именно путину надо на карте пририсовать вот эти территории то есть сателлитный статус даже части украины его бы не устроил все равно ему надо это присоединить и вот на карте чтобы это было одним цветом я думаю что это не нужно самому только путин я думаю что эта программа минимум для федеральной службы безопасности российской федерации о том что необходимо исправить так называемую ошибку 1991 года я от российских чекистов слышал на протяжении всего своего пребывания в москве вы знаете что я работал в российской столице на протяжении нескольких десятилетий да и то что в россии в россии готовятся к исправлению этой ошибки я слышал неоднократно были разные варианты того как ее исправить от представления российских шовинистов что все нужно завоевать и запретить до тезиса анатолия чубайса ли так называемой либеральной империи но то что бывшие советские республики не являются полноценными государствами в глазах российского политического руководства я знал простите меня с 24 августа 1991 года я пытался предупредить об этом своих соотечественников я всегда говорил простую вещь что украина может рассчитывать на взаимопонимание с россией только до того дня пока в россии будут думать что она рано или поздно исчезнет но как только украина начнет проводить самостоятельный путь развития то немедленно возникнет вопроса и и саму сам уме существования и кстати говоря опять так чтобы не быть голословным сошлются на заявление пресс-секретаря президента российской федерации бориса ельцина павла ващанова в августе 1991 года где он говорил что российская федерация признает территориальную целостность советских республик только до того момента пока они находятся в союзнических отношениях с ней а если эти республики захотят отказаться союзнических отношений россия оставляет за собой право пересмотра границ сложившихся на территории советского союза это было официальное заявление согласованность президентом россии борисом ельцина и поддержанная большинством тогдашних депутатов съезда народных депутатов российской федерации мы можем сколько угодно закрывать на это глаза не секрет что большинство населения украины закрывала на это глаза на протяжении десятилетий но от того что ты закрываешь глаза опасность не исчезает она становится только еще более серьезной более я бы сказал жестокой более кровожадной и чем дольше ты живешь закрытыми глазами тем больше является опасность того что тебя сожгут но настолько закрывала глаза что даже передала россии все свое ядерное оружие я думаю что с ядерным оружием не совсем была ситуация связанная с непониманием опасность вот билл клинтон признается что это было ошибкой конечно в том виде в котором это было сделано это было ошибка это было соглашение которое по большому счету рассматривался с того момента когда белорусской пущи было принято решение ликвидации советского союза и президента джордж буш старший предшественной билла клинтона задавался вопросом а что с ядерным оружием если она на территории целых четырех государств россии украины белоруссии казахстана если помните первоначальный механизм выглядел таким образом что ядерный чемоданчик в руках президента россии а запуск ракет возможно только по согласованию злонокомандующие объединенными вооруженными силами снг маршалом евгением шапошников но уж если у нас есть самостоятельная армия и нет контроля над ядерным оружием а контроль над ядерным оружием который на нашей территории в руках москвы то какими должны быть гарантии безопасности для нас я думаю вступление в нато было бы гарантия безопасность вот если мы не находимся под ядерным зонтиком россии то мы должны были находиться над ядерным зонтиком под ядерным зонтиком вашингтона они между зонтиками понимаете про нашего первого президента говорили что он умеет пройти между капель и проявление до кравчука а мы оказались между зонтиками и кстати говоря это еще не конец истории как вы понимаете потому что я уверен что в кремле всегда существует опция удара ядерной страны по неядерной, и посмотреть, что из этого выйдет. Так что тогда нужно было предпринимать какие-то более реальные меры. Но это политическая фантастика. Потому что вы знаете, что тогда большинство украинцев было решительно против НАТО. Мы находились в советском обществе. Большинство жителей нашей страны вообще не очень понимали, что такое самостоятельное государство, в каких отношениях оно будет с Россией. Наши граждане голосовали за одного пророссийского кандидата, за другими. В принципе, не понимали... Мне кажется, это 2022 года, что соседняя страна вообще собирается ликвидировать их государство. Да. А скажите, ему бы, им бы хватило Россия и Белоруссия, или их аппетиты простирались бы и дальше, скажем, Грузия. Ну, Грузию, да, от Грузии они и так откусили два куска. Дальше Армения, Казахстан, Средняя Азия, может быть, Прибалтика. Вот их аппетиты ограничивались бы Украиной и Белоруссией. Тот план, который есть на столе Владимира Путина, из которого мы знаем отрывки, поглощение до 2013-2030 года, включает в себя все бывшие советские республики, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Только потому, что Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО, и, кроме того, их независимость признана госсоветом СССР еще до распада Советского Союза. Потом, конечно, я думаю, что они думают, что если они все присоединят, то они будут настолько сильным игроком, что они смогут диктовать свои условия Западу. Вы же знаете, что в этих гарантиях безопасности, которые они предлагали Западу до нападения на нашу страну, был пункт о необходимости отвода новейших систем вооружения с территории стран Центральной Европы и Балтии, так называемых новых членов НАТО, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Так что планы у них куда более серьезные. Они бы хотели восстановление Ялты, вот если говорить, чего они хотят реально. То есть Советский Союз в границах 1991 года. Опять-таки, возможно, без балтийских стран, но тут я могу ошибаться, потому что я глубину их шизофрении мало представляю до конца. И сфера влияния в Центральной Европе. Это вот та их задача максимум, которую они хотели бы достигнуть за время пребывания Владимира Путина на посту президента России. То есть страны Варшавского договора. Да, страны Варшавского договора. Они даже могут быть в НАТО, но они должны быть лишены возможности обороняться. То есть они должны понимать, какая страна хозяин на континенте. Но опять-таки, я не хочу выглядеть шизофреником, потому что в Москве живут шизофреники, понимаете? Потому что когда все это говоришь, сразу начинаешь думать, господи, ты какой-то вообще безумный. Вот люди тебя смотрят и слушают. Они же, наверное, точно думают, что я сумасшедший. Сумасшедший не я. Еще раз подчеркиваю. Сумасшедший он. Это Путин хочет вернуть 70-е годы просто. Да, он, по-моему, хочет вернуть сталинские времена. Я просто, Виталий, мне буквально на днях попался мем в социальных сетях, такой фрагмент из выступления Валерии Ильиничной Новодворской, светлой памяти, которая рассказывает просто все то, что происходит сегодня. Она говорит, вы не представляете себе, что такое Путин. Это сталинист, это инфернальная личность, это Саурон, и это человек, который хочет, чтобы все жили плохо. И то есть просто вот сколько, 20 лет назад, наверное, она это говорила, и тоже все говорили, она в России говорила, она Дэмшиза, да, что такое Шиза, это значит сумасшедшая. Потому что русские точно так же хотели закрывать глаза на реальность. Да. И это тоже совершенно очевидная вещь. Да, Валерия Ильинична говорила такие вещи, но ведь опять-таки это же было все видно с первых дней его правления. Все то, что он говорил, если вот вы сейчас посмотрите из интереса его интервью, не 2000-го, а 1999-го года, вы увидите, что все это тогда уже проговаривалось о Союзе России и Китая, об опасности Запада и НАТО, все это им проговаривалось, даже на должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Я помню, что я в конце 1999-го года написал статью Каудилио о том, какой будет путинская Россия. Путин еще тогда был премьер-министром России, даже не был исполняющий обязанности президента. Я ее написал на 100 дней его пребывания на посту главы правительства. И я говорил, что Россия будет напоминать позднефранкистскую Испанию. Без свободы слова, без нормальной рыночной экономики, с полным диктатом чекистов за всеми сферами жизни, с репрессиями по отношению к инакомыслящим. Но, честно вам скажу, в этой статье, конечно, не было о войне такой вот большой. Потому что так далеко я все-таки не видел развития ситуации. Я смог увидеть первые 20 лет. А сейчас наступает следующий период, к сожалению, третье десятилетие этого сумасшествия. Да. Виталий, вот вы сказали, что для того, чтобы война, по крайней мере, там, приостановлена была, необходимы гарантии безопасности в виде вступления Украины в НАТО. Но вот для того, чтобы это стало возможным, нужно, чтобы Россия действительно подписала какое-то соглашение о прекращении огня. Потому что, если огонь не будет прекращен, даже в случае, если Украина освободится из всю свою территорию, включая Крым, да, но если огонь не будет прекращен, если будут продолжаться ракетные обстрелы, там, дроны будут летать, то Украина ведь в этом состоянии, наверное, вступить в НАТО не сможет. Потому что в этом случае сразу же произойдет нападение на страну НАТО и как бы это со всеми вытекающими последствиями. Нужно сначала все остановить, подписать что-то, а потом Украина может вступить в НАТО. Или нет? Вы абсолютно здраво мыслите, но попытайтесь подумать так, как мыслит Владимир Путин. Если я останавливаю военные действия по всему периметру фронта, подписываю какое-то соглашение, а на следующий день собираются главы стран членам НАТО и объявляют, что Украина является членом НАТО, и я не могу больше продолжить военные действия, потому что это нападение на страну НАТО, то зачем в таком случае мне прекращать военные действия? Тут мы оказываемся в настоящей логической ловушке. Потому что если руководители стран, членов НАТО говорят, Украина станет членом НАТО буквально сразу же после того, как окончится война, то если это перевести с дипломатического языка на язык реальности, это означает, война не окончится никогда. По крайней мере, Путин ее не остановит, он не захочет ее останавливать. Совершенно верно. Поэтому я надеюсь, что западные лидеры это просто поймут. Потому что, еще раз говорю, эта ловушка очевидна, и сейчас уже можно четко сказать эти слова. Когда любой западный руководитель говорит, что Украина станет членом НАТО после прекращения войны, то он этим говорит о том, что война не может быть прекращена. Поэтому я всегда был сторонником нестандартного реагирования на подобную ситуацию. Например, Украина подает заявку в НАТО. Эта заявка акцептируется. И Украина получает гарантии безопасности, по крайней мере, для той своей территории, которая не оспаривается Российской Федерацией. Вот есть территория, на которой проходят военные действия. Это Крым, это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области нашей страны. И на эти области еще и претендует Российская Федерация, которая по непонятным причинам вписала их в свою Конституцию. Это спорные регионы, так называемые. Факт, факт. Там идут военные действия? Идут. На все остальные регионы Украины Россия как бы не претендует, по крайней мере, официально. Поэтому, если над эти регионы будут распространены некие гарантии безопасности со стороны ведущих стран членов НАТО, не обязательно самого Альянса. Например, так как это было сделано со Швецией и Финляндией, до вступления Финляндии в НАТО со Швецией эти гарантии продолжаются по сей день, то мы, по крайней мере, локализуем войну и позволим украинским вооруженным силам освободить оставшуюся оккупированную украинскую территорию. А уж после того, как эта территория будет освобождена, мы уже тогда будем говорить о гарантиях безопасности и для этой территории. Возможен такой ход. Возможен поиск каких-либо других ходов. Но еще раз вам говорю, сама идея, что сначала война должна быть остановлена, а потом Украина должна вступить в НАТО, предусматривает, что в Москве у кого-то из российских политических или военных руководителей существуют некие зачатки здравомысля. А их там нет. И эти люди размышляют совершенно иначе. Как мы можем остановить войну, а потом они ее примут в НАТО. И как мы сможем ее захватить? Ведь поймите, формула-то существования бывших советских республик была простой. Эти страны могут существовать как независимые государства, но они не должны присоединяться ни к каким союзам, которые налагали бы на участников этих союзов обязательства по их защите. И как только эта формула нарушается, даже чуть-чуть, как это было с соглашением об ассоциации, которую Украина подписала в 2014 году, то Россия приходит в эту страну на танках. Очень все просто. Да. А скажите, пожалуйста, дестабилизация и падение путинского режима привело бы в обозримом будущем к прекращению войны? Я считаю, что да. Я считаю, что в любом случае даже физическое или политическое устранение Владимира Путина, даже при сохранении чекистской вертикали в ее нынешнем виде, привело бы, если не к остановлению, то к приостановлению войны. Потому что в России в любом случае началась бы борьба за власть, российское новое руководство хотело бы показать свою большую конструктивность по сравнению с нынешним главой государства. Упрятали бы в какой-нибудь мавзолее или в могиле на Новодевичьем кладбище началась бы депутинизация, возможно, по тому образцу, по которому проходила дестерилинизация. Ведь в конце концов наследники Сталина остановили войну в Корее, хотя эта война для Иосифа Виссарионовича по большому счету была лишь началом большого, возможно, даже ядерного конфликта с Западом. Поэтому шанс такой имеется. Но я считаю, что пока Путин жив и пока у него есть ресурсы, он будет считать, что его историческая миссия, и это опять-таки недогадки, то, что я знаю наверняка от многих людей, которые близки к Кремлю, это восстановление Российской Федерации в границах Советского Союза 1991 года. Он в это верит. Это политический фанатизм. К тому же, эта вера и этот фанатизм позволяет ему саму Российскую Федерацию превращать в тоталитарное государство сталинского типа. Ну, это да, это то, что мы уже видим, превращение и военный коммунизм. И вот последняя статья Дугина, последние выступления Пригожина, они говорят о режиме гораздо более крутом, чем Владимир Путин, то есть после Путина может быть придет еще более милитаристский, кровожадный режим, который становится военный коммунизм, объявит всеобщую мобилизацию, войну там до победного конца и так далее, и так далее. Может быть, после падения путинского режима в России появится еще более кровожадный какой-то людоедский режим? Для любого режима в любом случае нужны средства и деньги. И для любого режима необходимы абсолютно конкретные рычаги влияния. Дугин и Пригожин обыкновенные агенты Лубянки, которые сегодня говорят одно, завтра другое, послезавтра их просто устранят, и мы не узнаем о их существовании. А реальные рычаги влияния не в руках у агентов, даже имеющих родственников в силовых структурах, как Александр Геевич Дугин, который, как известно, воспитывался в чечкинской среде. Реальные рычаги влияния у самих офицеров и генералов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, бывшего комитета государственной безопасности СССР. И я не думаю, что эти люди отдадут власть, за которую они боролись с партийным аппаратом на протяжении многих десятилетий, каким-то Пригожиным, Дугином, что они отдадут ее армейским генералам, которые в советских и российских условиях всегда политические импотенты. А те, кто пытался проявить какую-то политическую сноровку, как, например, маршал Георгий Жуков, как известно, не могли выдержать и года аппаратной борьбы. Так что я не думаю, что будет более кровожадный режим. Я думаю, что будет просто другой чекистский режим. Это правда. Но каким он будет, мы сейчас не можем предсказать, потому что мы не знаем, сколько еще отведено персоналистскому режиму самого Путина. Ведь вы поймите, что режим Путина это персоналистский режим, опирающийся на чекистскую вертикаль. Насколько персоналистским будет следующий режим в России, это хороший вопрос. Да, может быть, у них будет коллегиальный ФСБшный какой-нибудь режим, там просто Путина заменит на какую-нибудь там группу людей. Ну, или они сделают президентом какого-нибудь дедушку Калинина в виде Дмитрия Медведева и будут спокойно вертеть им, как им нравится. Да, но вот важно-то то, что сам по себе факт, например, деоккупации Украины полностью, он ведь совершенно не означает, что вот возьмет и вся эта конструкция рухнет и развалится. Конечно, не означает. Я тоже постоянно в этом говорю, Виталий. Идея в том, что если Украина деоккупирована, то это означает, что рушится российский, чекистский режим, это опасная идея, потому что мы сами себе предлагаем некий выход из ситуации, которого может не быть. Украина может существовать рядом с путинской Россией еще долгие годы, а рядом с чекистской Россией долгие десятилетия. Поэтому нам нужна тоже та же модель существования, которая была у западных стран, которые находились рядом с советским блоком. Я еще раз говорю, нам нужны гарантии безопасности. Нам необходима стена на границе с Россией. Причем стена не только с точки зрения безопасности и нападения. Нам нужна цивилизационная стена, культурная, историческая, извините, языковая. Я очень надеюсь, что придет день, когда человек, говорящий на русском языке, будет беседовать в Киеве через переводчика в ресторане или в бутике с продавцом, который будет хорошо знать английский. Я просто хочу, чтобы Украина стала такой же страной, как Польша, Чехия или Эстония. Распространенность русского языка, она, видимо, и привела к тому, что Путин, чекисты, как вы говорите, я их называю гибня, они считают, что украинец это просто русский, которого надо перевоспитать. Вот если его отправить в какие-то там перевоспитательные лагеря, то он выйдет оттуда русским. Конечно, они же украинцы на протяжении всей истории украинского народа и перевоспитывали. Они лишали людей собственного языка. Они утверждали, я бы сказал, с помощью государственной машины пропаганды, существовавшей со времен Российской империи, что быть украинцем это значит быть человеком второго сорта. Они превращали украинцев в сельское население. Ведь как выглядела Украина с точки зрения вообще русского интеллигента, представляющего режим, в 19-м, в начале 20-го века. Вот есть белая кость, русские, которые живут в больших городах. Это соль земли. Дальше идет следующий слой, какие-нибудь поляки, которые тоже являются городским населением, но не столь благонадежны. А потом есть отбросы общества. Евреи в местечках, украинцы в селах. Ну и, конечно, понятно, что им нужно сделать, чтобы стать частью настоящей цивилизации. Украинцам отказаться от собственного языка, евреям выкреститься. Ой, тогда они часть вот этой вот самой великой русской цивилизации, которая всюду несет свет и культуру. Это же людям внушалось на протяжении долгих десятилетий. Не только украинцам, как вы знаете, по еврейскому опыту, в том числе, и по опыту Большой Алии. Люди до сих пор не могут отказаться от этого пропагандистского сумасшествия. Они до сих пор верят, что русская культура выше евритской, например. Вы, я думаю, знаете собственных знакомых, которые живут в этом цивилизационном сумасшествии в Тель-Авиве, Хайфе или в Цфате. Да, но у меня есть много знакомых, реально много знакомых в Украине, которые были русскоязычными. Я много давно их знаю, и сейчас они перешли на украинский язык. Они не хотят говорить по-русски. Конечно, этот процесс происходит, и слава богу. Причем я вам еще раз говорю, эти люди возвращаются к тому языку, на котором говорили бабушки и дедушки. Русскоязычное население Украины на самом деле не столь велико, как кажется, потому что большинство людей здесь просто переезжая в большие города, вынуждены были переходить на русский язык. И это ясно по-любому, если слушать, ну это простой семейный опыт. Корни семьи моей мамы, они из Черкащин. Они говорили, на каком языке со своими родителями. Наидиш, как вы понимаете, да? А на каком языке они говорили с людьми, которые рядом с ними жили в том городе, где они находились? На украинском. А потом Киев. И в Киеве уже все должны быть русскоязычными. Так люди фактически лишались своей корневой языковой и культурной системы. Да. Скажите, Виталий, а как вы думаете, получается, что вообще нет, не просматривается никакой перспективы лишить Россию ядерного оружия? Я думаю, что вопрос лишения России ядерного оружия это вопрос вообще сохранения человечества, если говорить вообще высокопарно. Вопрос в том, каковы инструменты для того, чтобы этого добиться. И вопрос того, можно ли это сделать, пока на стороне России находятся такие силы, как Китайская Народная Республика, которая делает все возможное, чтобы Россия не проиграла, чтобы она экономически не оказалась в глубокой яме. Вот важный момент, понимаете? Безусловно, Россия не оправдывает того, я бы сказал, той ответственности, которую должна нести ядерная держава. Ведь ядерная держава не воюет. Она же должна решать свои проблемы политическими средствами. Она должна находить политические механизмы, именно потому, что от нее зависит существование человечества. А что делает Россия в последнее время? Они же постоянно угрожают применением ядерного оружия. Постоянно. Да. Это очень странная позиция. Виталий Портников, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. К сожалению, наше время подходит к концу. Было очень-очень интересно. Я надеюсь, что вы еще к нам придете в эфир. Большое спасибо. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова